21 мая 2021 года. Здравствуйте, дорогие наши друзья! В сегодняшнем видео нам с вами предстоит найти ответ на вопрос «Так наступил все-таки уже конец света или пока еще нет?» Этот вопрос интересует сегодня всех. Об этом говорят профессиональные философы, такие как Дугин и простые граждане, переписываясь на эту тему бесконечно на страницах соцсетей. Действительно, глядя на происходящее вокруг, начинаешь задумываться, к чему это все? Действительно ли уже конец? Действительно ли наступили те времена, которые описаны в апокалипсисе? Апокалипсис, вот в нем-то, в общем-то, все и дело. Дело в том, что события, которые описаны в апокалипсисе, а именно последняя битва добра и зла, будет происходить, как там написано, именно здесь, на святой земле. Поэтому любые войны, которые происходят здесь, конечно же, сразу у нас ассоциируются вот с этими самыми событиями. Дело все в том, что существует две точки зрения на эти события. Одни люди видят в них аллегорию и считают, что то, что написано в апокалипсисе, то есть вот эта война добра и зла, имеет отношение к нашему внутреннему миру. То есть эта борьба будет происходить и происходит внутри каждого человека. Действительно, если мы посмотрим с вами сейчас вокруг, мы увидим, что действительно в духовном плане идет жесточайшая битва за каждого ребенка, за душу каждого буквально человека. И борьба эта становится все интенсивнее и все страшнее. Есть же люди, которые события, описанные в апокалипсисе, понимают буквально, и понимают их как совершенно конкретные политические события. И не только понимают их так, но даже предпринимают весьма конкретные политические для этого шаги. Понятия о последней битве и о приходе Машеха, Мессии, Антихриста существуют и у мусульман, и у иудеев, и у христиан. То есть и мусульмане, и иудеи, которые сейчас являются участниками этого конфликта, верят в эту последнюю битву. И каждый из них полагает сейчас, что он находится на стороне, естественно, добра. И вот мы с вами за ответом на вопрос, все-таки начался конец света или нет, отправимся в удивительное апокалиптическое путешествие по смежным районам Иерусалима. В Иерусалиме есть районы, где живут евреи и арабы бок о бок. В Израиле есть смежные города, такие же, как Иерусалим, где евреи живут в соседних районах бок о бок. Да, наконец, все города Израиля стоят рядом друг с другом. Рядом стоит израильский город, тут же рядом арабская деревня или наоборот. И вот это путешествие приведет нас с вами еще и к необыкновенно интересному знакомству и к очень интересным выводам, которые мы с Рафаилом делаем для себя, для нашей семьи. И в конце передачи вы услышите ответ, начался все-таки конец света или еще нет. Ну что же, отправляемся в путешествие и посмотрим, куда дорога приведет нас сегодня. Ну вот, это Абу-Тор, верхний и нижний. Район Абу-Тор – это хороший пример смешанных городов или смешанных районов, один из многих, которые есть в Иерусалиме и вообще в Израиле. Можно сказать, что это как символ нашей страны, то есть страна, которая состоит из двух народов – израилетян и арабов. Вот Абу-Тор, вроде бы совсем не привлекательные квартиры, но вот смотрите, тут красивая вилла и вид и из виллы, и из квартир – Валакса. Храмовая гора, гора Ильон, гора Сион. И естественно, ради этого все хотят жить именно там. Вот как раз до 1967 года здесь была граница. Верхний Абу-Тор – это Израиль была, а здесь была Ярдания. И до сих пор можно сказать, что вот этот райончик разделен. То, что называется смешанный район. Если я не ошибаюсь, здесь даже живет шофер патриарха Иерусалимского. В арабской части района живет немало богатых арабских семей. Поскольку преступность в арабских деревнях у нас, как правило, присутствует, то, видите, вот стоят камеры. Ну, а за этим забором уже еврейская часть Абу-Тора. А вот этот интереснейший дом построил знаменитый израильский певец Юрам Гаон. Этот дом стоит прямо на границе между арабской и еврейской частью Абу-Тор. И вот следы недавних событий. Кстати, не только камни здесь в стекла бросали. Вот на такие балкончики у нас бросали совсем недавно молотого и трубчатые бомбы. Были взрывы. Ну, в общем, как вы понимаете, в нашем районе тоже сейчас очень и очень неспокойно. Вот это мы сейчас смотрим на как раз-таки еврейскую часть Абу-Тора. А вот здесь и была историческая граница, граница с 1948 по 1967 год. Впрочем, перейти границу здесь как раз-таки было нельзя. Наш район находился как бы в нейтральной зоне. Вот посмотрите на карту. Всё, что слева от красной черты, это Израиль. Всё, что справа, это была Иордания. Красным отдельно выделен старый город, который, как и весь Восточный Иерусалим, до 1967 года полностью принадлежал Иордании. Ну, конечно, здесь у нас в 1967 году шли ожесточённые бои. Нет, это не палестинская автономия. Здесь мы находимся в столице Израиля, столице еврейского народа. Арабская деревня Абу-Тор. Ну, это, правда, на деревне не совсем похож. Но, тем не менее, то, что мы здесь видим, отделение израильская больница Клолит. А вот дорога ведёт нас в иудейскую часть. Верхняя часть Абу-Тор. Это там, где преимущественно живут евреи. Вот эта библейская долина тоже является фактически границей. Справа – западный Иерусалим, слева от неё – восточный. Сейчас в этой долине находится красивейший парк Таилет. Над долиной построен современный кинотеатр «Ес Планет». И в парке, и в кинотеатре можно часто видеть и арабов, и евреев, которые сидят за соседними столиками в кафе или даже на соседних креслах в кинотеатре. И вообще в нашем районе соседство арабских и еврейских домов настолько близко, что жить можно только в добрососедских отношениях. Другого выхода просто нет. А вот эта хевронская дорога знаменитая, она ведёт от старого города, от Явских ворот, вон туда, в Вифлеем. По ней ходят и израильские автобусы, эгет, и арабские автобусы, которые идут от Дамасских ворот в Вифлеем. Соответственно, и евреям, и арабам удобно жить в этом районе, особенно верующим. Потому что легко можно добраться до своих святынь в старом городе, до центра современного Иерусалима рукой подать. Ну, а для арабов это ещё и возможность быстро, удобно добираться по делам или на учёбу в Вифлеем, то есть в палестинскую автономию. Ну, а наш Рафаил едет на автобусе, наверное, в самую опасную и горячую сейчас точку Иерусалима. Посмотрим, что он там найдёт и о чём нам расскажет. Я взял автобус, чтобы добираться до района Шейхджарах. Она немножко, конечно, преувеличивает. Я не собираюсь идти туда именно специально в конфликтных зонах. Но да, это действительно сейчас неспокойное время, чтобы побывать в этих местах. Но я просто хочу показать всё как есть. Я не буду гоняться за какие-то съёмки, каких-то провокаций и так далее. Это не то, что меня интересует. Сейчас идёт обстрел, пока я снимаю в городах, которые недалеко от газа. Всё это снято как раз во время войны, до перемирии. Мы сейчас монтируем это после того, когда был объявлен перемирие. Вот, видите, город Иерусалим, муниципалитет, который находится недалеко от старого города. В этом просторе встречаются все. Одно из условий, чтобы сотрудничали израилетяне, Иерусалим, муниципалитет, с европейской компанией, которая вот этот трамвай, в принципе, и создала, было, чтобы объявления были на трёх языках, не только на иврите, но ещё и по-арабски обязательно, и по-английски, и чтобы он ехал также в Восточном Иерусалиме и в арабских районах, и чтобы обязательно там тоже были остановки. Значит, он там останавливается, кто-то выходит, кто-то приходит. Приходит местный палестинец, как раз. А сейчас как раз те остановки трамвая в арабская часть северного Иерусалима, в Шуафат, например, отменены из-за того, чтобы как раз были туда, там тоже столкновения, нападения и так далее. И вот здесь тоже, я был здесь, когда начались все эти беспорядки как раз во время Рамадана. И это кажется, что это было так, так давно. Но здесь были столкновения между радикальные профашистские такие израильские движения и местные палестинцы. Видите, тут солдаты до сих пор около Дамасских ворот. У Дамасских ворот центральная автобусная станция автобусов, едущих в палестинскую автономию, но а трамвайчик бежит строго по границе. Вот здесь проходила граница между арабским и еврейским Иерусалимом. По левую сторону еврейский ортодоксальный район, район, о котором Рафаэл вам сегодня еще и расскажет, потому что в этом районе он как раз родился. А по правую сторону тот самый восточный Иерусалим и район Шейх Джарах, в который Рафаэл и едет сегодня. На остановке написано Шимона Цадик. Обратите внимание, не написано там Шейх Джарах, так как евреи называют этот район Шимона Цадик. Там находится гробница еврея, раввина праведника по имени Симеона, который особо почитает евреи. Именно поэтому они исселились тогда в Шейх Джарахе, потом после войны они должны были покидать эти дома. Это вся эта история понятная. Я не отрицаю, что там есть святыня для евреев. Но тем не менее район как был, так он и есть палестинский, арабский. Престижный район. Но сейчас в наши дни, к сожалению, запахи невероятно плохие. Блокпосты, ресторанчики, где мы раньше сидели с туристами, паломниками или с друзьями из Москвы, пустые. Одни журналисты, которые ищут каких-то скандальных кадров и рассказов. А почему? А потому что плохие запахи здесь не из-за антисанитарии или прорвавшейся канализации, как могут подумать случайные посетители. Здесь разгоняли демонстрации, шли бои и пускали специальную такую вонючую воду, разбрызгивали от которой дышать невозможно и оставаться на месте невозможно. Если она попадает на одежду, ничем потом не отстирывается. Ну, я думаю, вы слыхали о методах, которыми полиция в разных странах разгоняет демонстрантов. И вот, как уже мы рассказывали в одной из передач, в этом районе Шейх-Джарах еще до 1948 года, а именно с середины XIX века, рядом с гробницей своего праведника поселился ряд еврейских семей. Дома они выкупили, естественно, и жили вполне в мирном соседстве с арабами. Из-за военных действий 1948 года они были эвакуированы, эти еврейские семьи, отсюда. После войны Шейх-Джарах перешел к Иордании. И иорданцы отдали пустовавшие еврейские дома арабским семьям. И так район имел полностью арабский характер до 1967 года. Рафаэл хотел снять для вас эти спорные дома, но, к сожалению, войти в район он не смог. Сейчас район полностью закрыт, на въезде стоит блокпост, прямо как на территорию палестинской автономии. И если человек в этом районе не живет, его туда внутрь не пускают. В 1967 году произошло так называемое объединение Иерусалима, о котором мы уже вам не раз рассказывали. Очень грустно смотреть на отели, под которыми теперь стоит машина, разбрызгивающая эту вонючую жидкость, когда здесь бывают демонстрации и столкновения между арабами, которые не хотят выселяться из своих домов, и евреями, которые по решению суда хотят дома, принадлежавшие их предкам, вернуть себе. Ну, а Рафаэл решил перейти дорогу и показать вам район своего детства. Да, это действительно так. В этом районе я жил фактически до 7 лет. Только тогда, конечно, не было ни эта дорога, ни этот отель, который мы видели, здесь было поле. И очень трогательно смотреть на это все. Улица выглядит так же, как выглядела, когда мне было 2, 3, 4 года. Я это все прекрасно помню. А для меня главное, однако, много всего могу говорить, но для меня главное, что, живя здесь, я постоянно ходил с родителями в арабские, палестинские районы. Для меня это было, конечно, эти районы носили другой характер, но никакого агрессии мы не чувствовали. Это было время до первой интифады, первое восстание, которое было в 1987 году. Вот как раз кавказская еврейская синагога, которая находится прямо напротив моего дома. И действительно, до сих пор большинство ортодоксальных евреев, которые здесь живут, у них нет враждебных или агрессивных никаких желаний против арабов. Они живут спокойно свою жизнь. Конечно, они ходят в гробницы Семена Праведника, Шимона Цадик, они идут к стене плача. Однако бывают также, как и в разных обществах, людей, которые по каким-то причинам неудачны. Например, в семье, где 10 детей, ну, трое из них или двое, или один из них как бы будет в нехорошей компании. И как раз те, которые в нехорошей компании бывают, иногда они идут просто морду бить арабам. А мы с арабами дружим. Мы едем сейчас на урок флейта, который у моей дочери Эмилии будет. И оказалось, что вот этот водитель сосед, потому что я также жил в районе недалеко от арабских деревней Сурбахар и Джабаль Мукабр. Это Армона Нациф называется. Твоя учительница, как ее зовут? Эдит. Эдит. А она кто по национальности? Я не знаю. Она израильчанка, наверное, да? Наверное. Эдит, да? Но она по-английски говорит, да? Да. Вот, и мы едем с таксистом. Как раз в этот раз оказался хороший такой такси. Люблю общаться с местными водителями, узнать, откуда они, где они живут сейчас. И часто бывает, что даже имеем какие-то общие темы. Этот водитель до ковида также работал в туризме. Выяснилось, что водитель работал в компании Махфуз, с которой работали когда-то и мы. И он живет между Сурбахер и Джабр-Мукабр, рядом с Армона Нациф, то есть тоже в смешанном районе Иерусалима. К тому же у них с Рафаэлом оказался общий знакомый, владелец замечательного кафе, где делают очень вкусные кнафы в Сурбахере, куда Рафаэл иногда брал туристов. У нас здесь все так перемешано, так близко. Вообще все эти понятия Запад и Восток, как и само понятие Армагеддон, последние битвы добра и зла, это все у человека в голове. Вот что у человека в голове, то и будет у него в доме, в жизни, в стране. И мне кажется, что исход нашей последней битвы, которая идет сейчас здесь, тоже во многом зависит от того, как люди повернут сейчас этот рычажок у себя в голове, на что они настроятся, на внешнюю политическую, межконфессиональную, религиозную политическую борьбу или на борьбу внутреннюю, борьбу с собственными грехами и страстями. Где будет проходить этот Армагеддон? Вот от этого, наверное, и зависит, конец сейчас света или все-таки еще не совсем конец. Ну, а наши детки, как и мы с Рафаэлом, отвечают на все эти вопросы одним творчеством. Эмилия пока стесняется играть в кадре, но согласилась поиграть нам немножко за кадром и украсить этим наш сегодняшний выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Моя дочь ходит в католическую музыкальную школу, которая находится в христианском квартале, однако из-за обострения обстоятельства она пошла на уроки прямо в квартиру учительницы. В этой школе преподают и христиане, и иудеи, и мусульмане. И интересно, что даже сам этот район, район Катамон, ну, это район, где преимущественно сейчас живут евреи, однако это старый наш православный даже палестинский район. Здесь монастырь святого Семёна Богопринца, и вокруг него такой замечательный парк, где люди отдыхают, сами занимаются спортом или ходят с собачкой. Всегда приятно видеть, как молодые родители, ну, я раньше тоже был молодой родитель, ходят со своими малышами. Но сегодня как-то мало людей. Правда, сегодня объявили забастовку арабы, но мы видели, что там из муниципалитета как раз наши палестинцы, некоторые работают. День рождения. Обычно в дни рождения очень много детей. Видно, что сейчас мало. Дело в том, что в это же время идут сейчас, идет стрелба из Газа, в Ашкелон, в Ашдод, в других городах. И, конечно, иерусалимцы также переживают. У всех есть родственники в армии, или у кого-то там родственники, или знакомые в Ашдоде, или в этих местах. Кто-то даже воюет в Газа и так далее. Так что здесь тишина райская, но напряжение тоже чувствуется. А под горой, на которой находится монастырь Сен-Симон и парк Сен-Симон, живет хороший друг нашей семьи, друг моего мужа с детства, иерусалимский художник Илья Коц, у которого другая наша дочка Марта занимается в студии. Она изучает у него классическую живопись. Самый любимый день у Марты в неделе – это день, когда она идет на занятия к Илье. Даже если она не очень хорошо себя чувствует или прибаливает, но ни за что не пропускает, потому что за два года занятий они уже здорово подружились. И Марта действительно делает большие успехи. Она рисовала у нас с раннего детства. Еще наша крестная, профессиональная, кстати, художник, аниматор сказала мне, это будет художник. Ну, посмотрим, будет или нет, пока занимается совершенно самозабвенно. На мой взгляд, Илья – это не просто художник, он такой волшебник. У меня всегда такое театральное присутствие, когда хожу вокруг его картины. Я, когда играл в театре, он декорации делал. Так что я, когда хожу среди его кружек или среди его работ, я всегда чувствую, как будто я на сцене. Художник Илья Коц. Ну, что нам расскажешь? Меня зовут Илья Коц. В моей студии я обучаю живописи и рисунку, и также керамики. Всегда жду новых гостей и учеников, друзей. Приходите. Также можно купить мою работу. Вот, в общем-то, и все. Я вижу, что есть и керамика, и живопись, разные вещи, да? Да, да, занимаюсь это разные мои скульптурки, которые я делаю, да. Этого кота. У него ракурс, наверное, больше. Он такой вот, да. У него немножко сверху. О, да, вот этот, вот этот его ракурс, да. Хорошенький. Вот эти лаканты мои. Ну, а для меня мир художественной мастерской – это мир моих родителей. Оба мои родителя, хотя и не были профессиональными художниками, правда, были потом профессиональными художниками-монументалистами, рисовали. И мое детство прошло вот в таких московских художественных мастерских, где художники красят картинки и лепят скульптурки, как они обычно о себе говорят. Илья точно такой же. Вообще, как он попал сюда, это большой вопрос. Он человек совершенно из другого мира. Ну, а это знаменитая троица. Фима, Дима и Илья – лучшие друзья моего мужа Рафаила. Ну, святые отцы бы сказали, что всё связано с нашими помыслами. То, что называется по-гречески «логисми» или «логисмои». Образы, которые у нас есть, и образы, которые пытают наше воображение, они, в принципе, являются нашими как руководителями в жизни, иногда в действии. Только есть образы, которые разрушительные, а есть образы, которые животворящие. И вот теперь подумайте, если они решат прекратить эту битву внутри, переведут её в пласт духовный, с политического, то здесь война окончится. А вот если нет, то никакие уничтожения газы или перемирия с Хамасом не помогут, потому что война будет происходить между людьми, между соседями, что и происходило все эти годы. Политические же события зависят от людей, от того, как они сейчас, куда они повернут вот этот рычажок у себя в голове, да, как они будут настроены, на какую борьбу, вовне или внутри. И я даже допущу такую дерзкую мысль, но это всего лишь мысленник, никому не запрещено высказывать свои мысли. Господь сказал, что только Отец Небесный знает день и час, когда настанет. Вот тот самый конец света, страшный суд. А даже ангелы на небе не знают. Знаете почему? Потому что Отец Небесный знает наши мысли. Вот когда этот конец света наступит в головах у людей, когда люди в большинстве своем выберут вот именно эту внешнюю политическую, националистическую, религиозную войну, вот, наверное, тогда и настанет. А если все вдруг обратят это внутрь себя и начнут внутри себя побеждать, тогда, может быть, и по-другому будет судьба мира. Господь ведь все может изменить. Ну а мы на этом прощаемся с вами, друзья. Спасибо, что были с нами эти 30 минут. Мы, как всегда, желаем вам мира и благословения Божьего во всех ваших делах и обещаем выходить в эфир как можно чаще.